ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает Почти ГИБДД одно из самых коррумпированных ведомств Об этом смело заявил новый руководитель госавтоинспекции Михаил Черников По его словам, проблема должна решаться комплексно Надо работать над моральным обликом сотрудников дорожной полиции В прошлом году сообщалось о том, что ученые разработают для автоинспекторов комплекс испытаний Позволяющий определить их склонность к взяточничеству ТРАССА СТО ОДИН Мобильное приложение для оформления небольших ДТП появится в ближайшее время Это пообещал все тот же главный гаишник страны Как отметил Черников, программа позволит фиксировать координаты аварии Делать снимки и отсылать их страховщикам Одна из главных задач, сказал генерал-майор Разработать такой алгоритм, чтобы была исключена возможность мошенничества с Европротоколом ТРАССА СТО ОДИН Независимая оценка квалификации водителя Ее собирается внедрить в Министерство транспорта Процедура будет обязательно для тех, кто трудится шофером И таксистов, и дальнобойщиков, и водителей спецтранспорта, и так далее За отказ от прохождения экзамена гражданину будет грозить увольнение А за успешный результат его, возможно, поощрят повышением зарплаты ТРАССА СТО ОДИН Осенью этого года LeFan начнет продавать в России Семиместный заднеприводный кроссовер MyWay В Поднебесной машина стоит в переводе на рубли максимум чуть более 700 тысяч В данной комплектации она оснащена двумя подушками безопасности Климат-контролем, системой бесключевого доступа Люком в крыше, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и так далее Двигатели, бензиновые атмосферники объемом 1,5 либо 1,8 литра, мощностью 109 либо 133 лошадиные силы Коробка, пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат Житель Казани, весьма невзлюбивший госавтоинспекцию, проколол первому попавшемуся ему патрульному автомобилю ДПС колеса Снял соответствующее видео и выложил его в интернет Большого количества просмотров ролик не набрал, но хулигана и это, видимо, удовлетворило Когда неделю спустя люди в форме к мужчине пришли, он заявил им, что не ожидал такого быстрого расследования Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101